Финансовые комитеты предполагают, а бюджет располагает. Это доказывает итоги прошлого года. Доходы в краевую казну превысили изначальный план на 10 миллиардов рублей. Таким образом, консолидированный бюджет заработал 230 миллиардов рублей. И это не просто везение, а результат пересмотренной финансовой и экономической политики края, обращается к депутатам Вениамин Кондратьев. Мы сумели все-таки мобилизовать ресурсы и обеспечить тот самый экономический рост, который нам дает ту самую экономическую стабильность, коллеги, и социальную стабильность. Сегодня редкий субъект Российской Федерации может такими результатами похвастаться. Это вот всем, кто пытается что-то анализировать или рассуждать. У нас достаточно много сейчас в преддверии выборов в ЗСК табуреточных аналитиков появляется. Которые даже смски, которые рассылаются, не подписывают. И обливления, которые они вешают, тоже без подписи. Потому что боятся в открытую выйти к людям, к народу и сказать о чем-то. Потому что им важно подорвать или расшатать то, что сегодня мы имеем. Не несет за это никакой ответственности. Не получится. Бюджетную сверхприбыль в том числе направят на выполнение государственных программ. Поправки в бюджет на текущий год парламентарий одобрили в первом чтении. Увеличивается финансирование большинства социальных программ. Сфера здравоохранения дополнительно получит почти 2 миллиарда рублей. Насос в поддержку жителей региона добавят еще миллиард. Сверху почти полмиллиона рублей дадут на развитие образования. Прибавку получит и дорожный фонд более 4 миллиардов рублей. Таким образом, все расходы на содержание дорог превысят 23 миллиарда рублей. Львиная доля пойдет на ремонт и реконструкцию региональных трасс почти 18,5 миллиардов рублей. Около 3 миллиардов направят на муниципальные дороги. И практически 2 миллиарда рублей получит Краснодар. Благоустройство краевой столицы должно быть органично вписано в рамки имеющегося бюджета. Это не всегда удавалось сделать по программе Краснодару столичный облик, напоминает губернатор. Сейчас она приостановлена, но не потому, что решили отказаться от облагораживания города. Должен быть хозяйский подход у тех, кто Краснодару столичный облик делает. Вот и все. И здесь программу эту приостановили, а не лишили. Мы лишили заработка тех, кто привык зарабатывать на столичном облике Краснодара. Кто плитки три раза перекладывает и дороги там, где их не нужно прокладывать, прокладывают. Они уже там проложены в Краснодаре. И потому что центр все мы лелеем. А как насчет столичного облика тех, кто живет в пригороде Краснодара или на окраине Краснодара, или в микроионах Краснодара? Да мне вообще все и для нас, я уверен, жители края одинаковые, что в Краснодаре, что в Сочи, что в Курганинске. И когда мы что-то предлагаем, что-то рекомендуем, советуем, давайте понимать, что это должно быть не просто совет без подписи. Это должна быть конкретная инициатива с лицом, который встает и предлагает вот такое решение, вот такой алгоритм. С фамилией, именем и отчеством. И готов внести ответственность за тот алгоритм, который он предлагает. Все вопросы, которые принимаются в Краснодарском крае, касающиеся финансовых ресурсов и так далее, они рассматриваются и принимаются предельно открыто. Все мы заинтересованы в том, чтобы и экономика развивалась, и средства использовались эффективно. Эффективный подход должен быть и в обслуживании госдолга Краснодарского края. На Кубани удалось остановить рост суммы по денежным обязательствам. В Комитете по финансово-бюджетной политике ЗАГС Собрания уверены, регион и дальше способен не наращивать долги. Мы пошли с федералами на реструктуризацию до 32-го года долгов по федеральному кредиту. Обещает нам Министерство финансов заместить коммерческие кредиты из бюджета федералов. Это даст серьезное и очень солидное снижение затрат на обслуживание этих долгов. И, соответственно, высвободившие средства уже в перспективе можно направлять на погашение госдолга. С учетом поправок в бюджет, которые предложил Краевой Минфин, доходы казны в этом году увеличатся на 17 миллиардов рублей. А это значит, что регион научился зарабатывать то, к чему призывал губернатор все уровни власти. Александр Ванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.